Беседа 41-358-19-8 Пришедший в синагогу, он небоязвенно проповедовал три месяца беседы, удостоверяя о Царстве Божием. Смотри, как Павел везде сам ходит в синагоги, и потом выходит, он везде хотел начинать с них, как я и прежде говорил. Язычники с ревностью и усердием принимали его, а иудеи, когда язычники принимали, приходили в раскаяние. Он хотел отделить оттуда учеников и начал с них, так, чтобы они не собирались вместе с теми, и делал это не без причины. Потому он часто беседовал с ними, что убеждал их, слыша о дерзновении Павла, не прими это за упорство. Он беседовал о предметах полезных, о Царстве Божием. Кто же не стал бы слушать его? Но как некоторые ожесточились и не верили в злословий путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. Это продолжалось до двух лет так, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елины. Путем он несправедливо называли проповедь. Она действительно была путем, ведущим в Царстве Небесное, в училище. Видишь ли, сколько пользы принесла неутомимая ревность. Слушали иудеи и язычники. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, злые духи выходили из них. Не касались только приносяк больным, но взявши возлагали на них. Поэтому я думаю, что не допустил ему Христос идти в Ахайю, что имел в виду это время. Даже некоторые из китайских и иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Так все они делали по любостяжанию. Смотри, веровать не хотели, а изгонять бесов этим именем захотели. Да, так велико было имя Павла. Это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Шкевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? Они сделали это тайно. Но потом бессилие их делается явным. Многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а кто вы? И бросился на них человек, которым был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они многие избиты, выбежали из того дома. Это сделалось известным всем живущим в Ефете, иудеям, и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Так как они имели такую силу, что и через бесов делали такие дела, то и следовало быть этому. А из занимавшихся чародейцев довольно многие, собравшие книги свои, сожгли перед всеми. И сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало Слово Божие. Видя, что нет им никакой пользы, они сожигают книги, когда и сами бесы делают такие дела. Таким образом, имя не делает ничего, когда будет произносимо без веры. Прекровенно указан на это, премудро сказал Христос. «Верующий в меня и больше всего совершит». Смотри, как они пользовались этим оружием против самих себя. И, стязавшись, говорит апостол, с училищем властителя некого два года, там, где были верные и весьма верные, те заклинатели не считали Иисуса великим, если присоединяли к имени его имя Павла, почитая этого за нечто великое. Здесь застойно удивление то, почему бес не содействовал обману заклинатель, но обличил их и обнаружил притворство их. Мне кажется, что он весьма злобился, потому что, кто, находясь в крайней опасности, будучи оскорбляем кем-нибудь из людей маловажных и незначительных, пожелал бы изливать на них всю свою злу. Что бы ни показалось, что он пренебрегает именем Иисуса, он сначала исповедует его и потом показывает свою силу, что не имя его было бессильны. Но все произошло от их обмана, видно из того, что Павел, Павлом этого не случилось. И начал говорить, напал на них тот человек. Может быть, разорвал им одежды, разбил им голову, это выражается словами, напал, то есть стремительно бросившись на них, так что мог сделать это. Он делает это и делается потому, что не хотел разжигать их зависть и возбуждает более большую растрю, отделил учеников. А словом дерзал, выражается, что он был готов и на опасности, и говорил явно, не прикрывая учения. Отсюда мы научаемся не иметь общения со злословящими, но уклоняться от них. Слыша злословие, он сам не злословил, но беседовал ежедневно, и еще более привлекал к себе тем, что и слыша злословие, не отступал и не отделялся. И смотри, когда кончилось искушение, от внешних людей началось от бесов. Видишь ли сделку иудеев? А не увидевшись, что одежда его чудодействует, ему не внимали. Что может быть более этого? А им это послужило к противному. Если кто из еленов не верует, то видя, как тень производит чудеса, пусть верует. Таким образом, через отделение от них, злословящие, порицающие учения, они именно здесь назвали путем. Побеждаются. А он отделяется так, что и учеников не оставил, и тех не привел в ярость, показывая, что он всегда имел в виду спасение. Он и здесь не оправдывается перед ними, потому что язычники везде уже веровали. И соседались не просто в каком-нибудь месте, но там, где было училище, как на месте удобнейшем для собрания. Вот какова сила верующих. И у других является способность совершать то же самое. Какое же ослепление в тех, которые после явления такой силы оставались в неверии? Как Симон домогался благодати духа для прибытка, так и эти сделали то же для того же самого. Какое ослепление! А почему Павел не запрещает им? Потому что это показалось бы делом зависти. Поэтому-то так и устрояется. Это было и при Христе. Но тогда не оказывается препятствий, потому что тогда было начало дела. Так Иуда, будучи вором, не встречает препятствий. Анания и Сапфира были лишены жизни. И многие из иудеев, оказывая сопротивление, ничего не терпели. А Элима был ослеплен, потому что не пришел, говорит Христос, судить мир, но чтобы мир спасен был. Посмотри на их нечестие. Оставаясь иудеями, не хотели воспользоваться именем Иисуса, потому что делали все из тщеславия и корыстолюбия. Смотри, как везде люди обращаются не столько помощью полезного внушения, сколько страхом. По случаю смерти Сапфира, страх объял церковь, и посторонние не смели приближаться к ним. Здесь брали платки, полотенца, исцелялись, и после этого приходили исповедуя грехи свои. Из того, чтобы сноваты бросаться на них, видно, как велика была сила бесов в отношении к неверующим. Почему же злой дух не оказался, не сказал, что это Иисус, а высказал слова, не принесшие пользы? Он боялся, чтобы самому не потерпеть наказание, так как знал, что наказать этих обманщиков ему попущено было силою того же самого имени. Почему эти несчастные не сказали, веруя в него? Они боялись Павла, хотя им было бы гораздо более славы. Если бы они сказали это и признали владычественно, при том у них было в памяти случившееся в Филиппах, заметь, как кроток наш писатель, как он только пишет историю и никого не осуждает, это делало апостолов достойного удивления, впрочем, упоминает, чьи были дети заклинателя, имя их и число, и этим сообщает признак достоверности написанному. Для чего они скитались с поселением? Для прибытка, а не для проповеди. Но хорошо, что они после бегали, проповедуя о том, что терпели. Указано это и писатель говорит. И стало известно всем живущим в Ефессии, Евгее Меделлиным. Не должно ли было это, скажем, не обратить и самих упорствующих? Но не обратило. И не удивляйся этому. Злобу ничто не убеждает. Но посмотрим, какой великой злобы делом было дело заклинатели. Почему не было того же при Христе? Это мы рассмотрим в другое время, а не теперь. Заметим только, что здесь было сделано хорошее и хорошо, и полезно. Мне кажется, что они это делали, издеваясь, потому и наказываются, что после никто уже не дерзал произносить это имя, как попало. А это многих из уверовавших привело к исповеданию, произвело в них страх и было величайшим доказательством того, что Бог знает все. Прежде чем они были обличены бесами, они обвинили сами себя, боясь, чтобы не потерпеть того же. И справедливо, если покровительствовавшие им бесы стали их обвинителями, а не помощниками, то какая оставалась надежда, кроме исповедания делами? Смотри, как скоро после таких знамений является зло. Такова человеческая природа, она скоро забывает благодеяние. Вот какова сила верующих. И у других является способность совершать то же самое. Какое же ослепление в тех, которые после явления такой силы оставались в неверии? Как Симон домогался благодать и духа для прибытка, так и эти делали тоже для того же самого. Какое ослепление! А почему Павел не запрещает им? Потому что это показалось бы делом зависти. Поэтому так и устрояется. Это было и при Христе, но тогда не оказывается препятствия, потому что тогда было начало дела. Так Иуда, будучи вором, не встречает препятствия. А на ней же и сапфира были лишены жизни. И многие из иудеев оказывают сопротивление. Ничего не терпели, а Иллима был отцеплен, потому что не пришел, говорит Христос, судить мир, но чтобы мир спасен был. Посмотри на их нечестие, оставаясь иудеями. Они захотели воспользоваться именем Иисуса, потому что делали все и тщеславие, и корыстолюбие. Смотри, как везде люди обращаются не столько помощью полезного внушения, сколько страхом. По случаю смерти сапфиры страх объял церковь, и никто из посторонних не смел приближаться к ним. Здесь брали платки и полотенца и исцелялись, и после этого приходили исповедовать грехи свои. И из того, что бесноватый бросился на них, видно, как велика сила бесов в отношении к неверующим. Почему же злой дух не сказал, кто это Иисус, а высказал слова, не принесшие пользы? Он боялся, чтобы самому не потерпеть наказание, так как знал, что наказать этих обманщиков ему попущено было силою того же самого имени. Почему и эти несчастные не сказали, веруем в него, а не боялись Павла, хотя им было бы гораздо более славы, если бы они сказали это и признали владычество его. Притом у них было в памяти случившееся в Филиппах. Заметь, как краток наш писатель, как он только пишет историю, а никого не осуждает. Это делало апостолов достойными удивления. Впрочем, упоминает, чьи были дети из заклинателя, имя их и число, этим сообщает признак достоверности написанному. Для чего они скитались с поселением? Для прибытка, не для проповеди. Но хорошо, что они и после бегали, проповедуя о том, что терпели. Указывая на это, и писатель говорит, и стало о том известно всем живущим в Ефесе иудеям и еленам. Не должно ли было это, скажем, не обратить и самих упорствующих? Но не обратило. И не удивляйся, злобу ничто не убеждает. Но посмотрим, какой великой злобы делом было дело заклинателей. Почему не было того же при Христе? Это мы рассмотрим в другое время, а не теперь. Заметим только, что здесь было сделано хорошо и полезно. Мне кажется, что они это делали издеваясь, потому и наказываются, что после никто уже не держал произносить это имя как попало. Это многих изуверовавших привело к исповеданию, произвело на них страх и было величайшим доказательством того, что Бог знает все. Прежде чем они были обличены бесами, они обвинили сами себя боясь, чтобы не потерпеть того же. И справедливо, если покровительствовавшие им бесы стали их обвинителями, а не помощниками, то какая оставалась надежда, кроме исповедания, делами. Смотри, как скоро после таких знамений является зло. Такова человеческая природа, она скоро забывает благодеяния. Не припомните ли, что то же самое произошло и в наше время? Скажите мне, в прошлом году не поразил ли Бог землетрясением весь город? И что же, не все ли приняли крещение, блудники и люди преданные роскоши святолюбие, оставив те жилища и места, в которых проводили время, не справлялись ли, не делались ли благоговейными? А едва прошло три дня, как они опять обратились к свойственному им пороку. А от чего это происходит? От великого нерадения. И что удивительного, если это происходит от попрошествий событий, когда бывает тоже и там, где образы, события остаются постоянно? События, бывшие в Содоме, скажи мне, не остается ли навсегда? А что, живущие близ него сделали ли от того лучшими? Нисколько. А что, сын Ноев, не был ли он таков? Не остался ли он злым, хотя и видел своими глазами такое запустение? Не будем же удивляться, что при таких событиях иные не веровали, если часто самое вероучение обращает к противному козлу, если, например, и о сыне Божьем говорили, что он имеет беса. Не видите ли, и ныне то же самое, как многие люди неверные и неблагодарные уподобляются ехидным, будучи облагодетельствованы и презрены другими, огорчают потом своих благодетелей. Это сказано нами для того, чтобы никто не удивлялся, что и при таких знамениях не все обратились. Вот и в наше время были события с блаженным Вавилой, события Вирусалины, события при разрушении храмов, и однако не все обратились. К чему говорить о древнем? Я сказал уже, что было в прошлом году, и никто не обратил внимания, но мало-помалу опять стали передавать распутцу и грехопадению. Небо постоянно взывает, что есть Господь, что все это, разумеем мир, есть дело некоего художника, а некоторые говорят, что нет, случившееся с Сеодором в прошлом году кого не поразило. И однако больше ничего не произошло, но сделавшись на время благоговенными, потом возвратились к тому же состоянию, из которого перешли к благоговению. Тоже было некоторое с евреями некогда, потому и сказал пророк, когда убивал их, тогда взыскивали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. И вообще, что надо сказать, как многие впадая в болезни, обещались по выздоровлению совершенно исправиться, и однако оставались такими же. В этом особенно открывается нам произволение и свобода нашей природы во всякой внезапной перемене. И если бы зло было нам естественно, то не было бы этой перемены, что естественно необходимо, в том измениться мы не можем, и однако скажешь изменяемся. Не видим ли мы, как некоторые имеют природы зрения от страха становятся скрипыми, это от того, что нашей природе свойственно сокращаться, когда при входе другое естественное действие. Так и теперь, зрение от страха нам естественно, и с другой стороны так же естественно, что при большем страхе другой меньше исчезает. Что если скажешь любомудрие свойственно природе, то как же страх олдевая ею и изгоняет его? А что если я докажу тебе, что некоторые и в это время не бывают любомудрыми, а даже среди самого страха остаются смелыми? Это уже не естественно. О древнем ли говорить или о новом? Сколько было людей, которые и во время страха оставались смеющимися, издевающимися, счастлив после наказания переменялся и возвращался к прежнему нечестию? Так и здесь заклинатели, хотя сами знали, о ком говорят. Но бесноватыми говорили просто заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Из того, что они говорят подтверждение, видно, что они знали. Говорят только Иисусом, между тем, как следовало сказать, спасителем вселенной, воскрешшем измертвых. Они не хотели исповедовать славу его, потому бес, бросившись на них, обличился и сказал, Иисуса знаю, и Павел известен, как бы так сказал, вы не веруете, но говорите это злоупотребляя именем, и потому говорит, храм ваш пуст, оружие не крепкое, вы не проповедники, но принадлежите мне, велика ярость беса. Апостолы могли бы сделать с ними тоже, но не делали, повелевая которые делали это, они тем более сами могли бы сделать то же. Отсюда открывается кротость их, то есть, когда гонимые так поступают, а бесы, которым люди служили, делают противное. Иисуса говорит, знаю, стыдитесь же вы, которые не знаете его, и Павел известен, хорошо и это сказано, признает его проповедником Божиим. Потом бросается на них, раздирает им одежды, и этими действиями как бы выражает, не подумайте, что я делаю это из презрения к тем апостолам. Велик страх бесовский, а почему он не разорвал одежды их без всяких слов? Этим он выразил свою ярость и остановил их обман. Он боялся, как я сказал, неприступной силы Христовой и не преодолел бы таким образом, если бы не сказал этого. Смотри, как везде бесы оказываются благоразумнее иудеев и не смеет ни противоречить, ни порицать апостолов или Христа. Там они говорят, знаем тебя, кто ты, и что ты пришел сюда прежде времени мучить нас, и еще, знаем тебя, кто ты, сын Божий, а здесь эти человеки рабы Бога Всевышнего, и опять Иисуса знают, и Павел известен. Они весьма боялись и страшились тех святых, может быть и из вас иной слыша это, желают иметь такую же называют тех святых блаженными, потому что они имели такую силу. Такой пусть послушает, что сказал Христос, не радуйтесь, если духи вам повинуются, так как он знал, что все люди стали бы особенно радоваться этому и тщеславия. Если ты ищешь угодного Бога и полезного обществу, то к этому есть другой лучший путь. Не так важно изгнать беса, как освободиться от греха. Бес не препятствует достигнуть Царствия Небесного, а еще содействует, хотя невольно, но содействует, делая одержимого им более любомудрым, а грех удаляет от Царствия. 363. Может быть кто-нибудь скажет, я не желал бы достигать такого любомудрия, и я не желаю этого, но желаю другого, того, чтобы делать все из любви ко Христу. Если же и то случится, чего-то не будет. Я в этом должен молиться. Итак, если бес не удаляет от Царствия Небесного, удаляет, то избавление от Последнего есть большее благо, потому будем стараться освобождать от него ближних наших, а прежде ближних нас самих. Будем пищить, чтобы нам не сделать одержимыми бесом, будем тщательно смотреть за собою, но лите беса грех, так как тот еще делает людей смиренными. Мирители, как бесноватые, когда они получают облегчение от этой болезни, бывают печальны и кротки, какая стыдливость выражается в лице, и как они боятся даже смотреть вокруг себя. Посмотри же, какая выходит несообразность. Те стыдятся своих страданий, а мы не стыдимся своих дел. Те стыдятся, претерпевая зло, а мы не стыдимся, совершая зло. Их положение достойно не стыда, но сострадания, человеколюбие, снисхождение, великого удивления, и тысячи похвал, если только они, противодействуя бесу, переносят все с благодарностью. А наше положение достойно посмеяния, стыда, осуждения, наказания, мучения, крайних бедствий и самой гиенны, и не заслуживает никакого снисхождения. Видишь ли, как грех лютея беса. Те от своих страданий получают двоякую пользу. Во-первых, вразумляются и делаются более любомудрыми. Во-вторых, потерпев здесь наказание за свои грехи отходит Господу чистыми. Мы часто говорили об этом и учили, что наказываемые здесь, если терпят благодушно, могут избавиться от множества грехов. От грехов же бывает двоякое зло. Первое, то, что притыкаемся, второе, то, что становимся худшими. Обратите внимание на слова мои. Не только то зло мы терпим от греха, что грешим, но еще и то, что душа приобретает дурной навык, подобно, как бывает с телом. Сказанное будет яснее на примере, как одержимый горячкой не только то терпит зло, что находится в болезни, но и то, что после болезни становится слабее, хотя бы он уже и выздоровел от продолжительной болезни, так и по совершению греха. Хотя бы мы и исцелели, но все еще имеем нужду в большей силе. Представь человека, который нанес кому-нибудь обиду и не получил наказание. Не потому только он достоин слез, что не потерпел наказание за обиду, но и по другой причине. По какой? Потому что душа его стала бесстыднее. От каждого греха, как скоро он сделан и окончен, в душе нашей остается некоторый яд. Не слышишь ли, как некоторые, исцелившись от известной болезни, говорят, я еще не осмеливаясь пить воды. Хотя он и выздоровел, но болезнь причинила и это зло. Те, тяжко страдая, благодарят, а мы при благосостоянии хулим бога и ропшим на него. И подлинно ты найдешь делающих это больше в здоровье и богатстве, чем в бедности и слабости. Бес стоит перед ними, как истинный палач с сильными угрозами, или как учитель с поднятой плетью, не дозволяющий никакой отрады. Если же некоторые при этом не делаются любомудрыми, то по крайней мере они претерпевают наказание. Это немаловажно. Как от безумных, как от сумасшедших, как от детей не требуют отчета в их действиях, так и от них. Нет человека столь жестокого, чтобы наказывать за то, что сделано по неведению. Таким образом, мы согрешающие оказываемся гораздо хуже беснующихся. Но мы не извергаем пену, не извращаем глаз и рук. О, если бы мы делали это с телом и не делали с душою. Хочешь, я покажу тебе, как душа извергает нечистую пену и извращает умственные очи? Посмотри на гневающихся и неистовствующих от ярости. Не извергают ли они слов, которые нечистые всякой пены? Подлинно они как бы источают смрадную слюну. И как те не узнают никого из приветствующих, так и эти. При своем помраченном уме и извращенных очах они не различают ни друга, ни врага, ни почтенного человека, ни презренного, но на всех смотрят просто. Можешь видеть, как они и трясутся, так же, как те, что они не падают на землю, зато душа их падает низко и лежит в третике. Если бы она стояла прямо, то с ней не было того, что бывает тогда. Подлинно. Не низко ли и потерявшие самосознание душе свойственно то, что делают и говорят неистовствующие от ярости? Но есть и другой вид неистовства, еще худший. Какой? Тот, когда не хотят оставить гнева, но питают в себе памятозлобие, как какого домашнего палача? Самих же их первых мучит памятозлобие, еще и здесь, не говоря о будущем. Подумай, какое терпит мучение человек, возмущенный душою, каждый день помышляя о том, как бы отомстить врагу? Прежде всего он мучит сам себя и томится, раздражаясь, засады до самого себя, разгорячаясь. Тлочный огонь постоянно горит в тебе и когда горячка усиливается в такой степени, ты не ослабляешь ее, думаешь, как бы причинить какое зло другому, а между тем терзаешь самого себя, постоянно нося в себе сильный пламень, не давая успокоиться душе своей, постоянно свирепея и содержа ум свой в тревоге и сомнении. 365. Что хуже этого неистовства? Всегда мучиться, раздражаться и воспламеняться? А таковы души злопамятные, они как скоро увидят того, кому хотят отомстить, тотчас же выходят из себя. Услышат ли голос его, падают и дрожат. Лежат ли на постели, придумывают тысячи мучений, как бы поразить и растерзать своего врага, а если при этом увидят его благоденствующим, о, какое для них наказание. Прости же другому проступок его и избавь себя от мучения. Для чего ты непрестанно мучишь себя, чтобы однажды поразить и наказать его? Для чего причиняешь самому себе изнурительную болезнь? Для чего продолжаешь гнев свой, когда он готов прекратиться? Да не продолжится гнев ваш, даже до вечера, говорит Павел. Он, как бы какая тля и моль, подъедает корень нашей души. Для чего удерживать внутри себя этого дикого зверя? Лучше положить змея или эхидну на сердце, нежели гнев и памят злобе. А тех скоро можно было бы нам освободить, а этот остается постоянно, вонзая свои зубы, спуская свой яд, возбуждая злые помыслы. Я делаю это, скажешь, для того, чтобы тот не стал смеяться надо мной, не стал презирать меня. Жалкий и безрассудный человек, ты не хочешь быть посмешищем для подобного тебе раба, а подвергаешься неблаговолению своего владыки? Не хочешь быть в презрении уравного тебе раба, а сам презираешь владыку? Не можешь снести презрение человека и не подумаешь, что ты прогневляешь Бога, посмеваешься над ним, пренебрегаешь им, не оказывая ему повиновения. А то, что он не будет смеяться над тобой, это очевидно. Если станешь мстить, то будет великий смех, великое презрение, так как это дело малодушия. Если же простишь, то великое удивление, так как это дело великодушия, но тот скажешь, не узнает этого. Пусть узнает Бог, чтобы ты имел за то большую награду. Взаймы давайте, говорит он, ничего не ожидая, получить возврат. Будем благодетельствовать тем, которые не чувствуют, что им благодетельствуют, чтобы они, воздавая нам похвалы или что другое, тем не уменьшили наши награды. Если ничего не получим от людей, то тем больше получим от Бога. Что смешнее, что грубее души, непрестанно гневающиеся и желающие мщения, это женское и детское желание. Как-то гневливая жена гневается и на бездушные вещи, и пока, хотя не топнет об пол, не оставляет своего гнева. Так и эти, злопамятные, желают отомстить своим оскорбителям, и делаются сами достойными смеха, потому что увлекаться гневом свойственно детскому уму, а преодолевать возмужалому. Итак, не мы будем в посмеянии, когда окажем любомудрие, а они оскорбители. Не покоряться страсти дело людей непрезренных, а презренным свойственно бояться смеха других до такой степени, чтобы из-за этого решаться покоряться собственной страсти, оскорблять Бога и мстить за себя. Это поистине достойно смеха. Будем же избегать этого. Пусть тот говорит, что он причинил нам тысячи долг, а сам ничего не потерпел от нас. Пусть говорит, что если он еще поругается над нами, так же не потерпит ничего. Если бы он захотел хвалить нас, то не иначе стал бы проповедовать о нашей добродетели, не иные стал бы употреблять слова, как именно эти, которыми он думает унизить нас. О, если бы все говорили обо мне, что этот человек холодный и жалкий, все оскорбляют его, а он терпит, все нападают на него, он не мстит за себя. О, если бы прибавили еще, что он даже и не может сделать этого хотя бы и хотел, мне похвала была бы от Бога, а не от людей. Пусть говорят, что мы не мстим по трусости, это нисколько не вредит нам. Бог видит и уготавляет нам большее сокровище. Если бы мы стали смотреть на тех людей, то лишились бы всего. Будем же смотреть не на то, что о нас говорят, а на то, что нам должно делать. Некоторые говорят, пусть не смеется надо мной, пусть не издевается. О, безумие! Никто оскорбивший меня говорит, что не смеялся надо мною, то есть я отомстил. Но потому ты достоин посмеяния, что отомстил. Откуда явились эти слова, посыдные и гибельные, не извращающие нашу жизнь и общество? Не отголосок ли сопротивления Богу? Что делает равным Богу, то есть мстительность, что почитаешь ты смешным? Не вправили смеяться над нами и мы сами, и елины, когда так говорим мы вопреки Богу? Хочу рассказать мне, что бывшая в древности касающаяся не гнева но имущества у одного человека было поле, в котором было скрыто имущество, сокровище. О чем господин ничего не знал? Это поле он продал. Купивший раскапывая землю, чтобы разработать и насадить ее, нашел скрытое сокровище. Продавший узнав об этом пришел купившему и стал насильно требовать тебе сокровища. Я говорит продал поле, а не сокровище. Тот отказывал ему, сказавшую, что он купил поле вместе с сокровищем и ничего более знать не хочет. Вначале тяжбу, один надеясь получить, а другой стараясь не отдать. Нашедшие какого-то человека, они обратились к нему с этим делом и спросили его, кому должно принадлежать сокровище. Он не дал ответа, но сказал, что разрешит тяжбу их, пусть он будет господином сокровища. Взявший о себе с их от него подобным образом должно поступать и по отношению к гневу. Мы должны стараться не мстить, а оскорбившие признавать себя виновными. Но может быть это кажется смешным? Когда слишком усиливается это безумие, то люди благоразумные смеются и среди множества неистоствующих, непричастные их неистоству также кажутся неистоствующим. Потому вещеваю вас. Будем терпеливы и не станем выходить из себя, чтобы очистившись от этой гибельной страсти мы могли сподобиться Царствию Небесного благодатью и щедротам Единородного Сына Его, в котором отсутствов Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.